Рыбакит папа рисует Привет, я Ваня! Сегодня я покажу, как рисовать книжки Петушочка. Петушок будет простой и яркий, а потому что у нас сегодня книжка. Книжка называется «Каникулы на ферме, где мы с Лучиком». Привет, ребята, я Лучик. Да, привет, Лучик, ты классный и у нас есть книжка. Расскажи, пожалуйста, по ней. Конечно, расскажу. Смотрите, ребят. Эта книжка специально называется «Арт-энциклопедия», где мы с Рыбакит рисуем. Когда мы поехали на ферму, «Каникулы на ферме» же называется, мы с Лучиком поехали, там не было Wi-Fi, и нам пришлось делать. Развлекаться! Как развлекаться? Придумывать, чем заняться. И мы решили все-все нарисовать. И мне это больше всего понравилось, все-все нарисовать. Я всех животных рисовал. Да, и не только животных. Вот вчера мы с вами нарисовали овечку. Здесь же, да? На YouTube вы можете посмотреть. А сегодня мы будем рисовать следующий рисунок. Следующий рисунок, когда Лучик встретил петушочка. Я расскажу чуть-чуть про книжку. Смотри, книжка интересная. Там на каждом развороте есть рисунок животного или что-то на ферме связанное с темой. Тут можешь посмотреть, как выглядит дача, ферма. И вообще, вот как у нас не в городе могут жить люди и животные. Тут же животное нарисовано, где оно живет, как оно делает, что оно кукарекает, с чем оно связано. Небольшая история, пошаговый урок, QR-код, когда можно поднести телефон, сфотографировать и тут же навести. И видеоурок специально там есть, где я постепенно, поэтапно рисую для тебя на YouTube этого петушка. А теперь мы сегодня с тобой нарисуем вместе петушка. И здесь не место, есть рисование. Можно прям срисовывать. Начнем. Я буду первый, второй, третий, четвертый, пятый, что делать? Смотри, первый это кружочек и такой вот полукруг. Смотри, полукруг я вот так нарисую. Полукруг. Раз и два. Сначала прямую линию, а потом такую кривую немножко, да, кружочек, да. А здесь уже просто кружок. И так, чтобы он был большой, но не очень большой, чтобы места хватило на шейку. На второй этап приходим, шейку нарисовали и тут же самый большой, большой объем это хвостик. Он такой полукругом, как радуга идет. Вот сюда. А здесь заканчивается кругами. Вот так. Если ты не успеваешь, то ставь на паузу. Мы всегда ждем тебя и на YouTube, возможно, подождать. Так, дальше что? На третий переходим. Тут у нас есть крылышко. Крылышко. Глаз. Клюв. И подштанники. Я называю это подштанники. Начинаем рисовать лапки, да, ножки нашему петушку. На четвертом этапе мы нарисуем сверху вниз. Будем смотреть и читать, что же здесь есть. Гребешок есть. Борода есть. Крылышки и такие перышки, да, такие полосочки рисуем. Полосочки на его хвостике. Так, и теперь лапки. Лапки, царапки. Лапки, царапки. Я думаю, ты справишься. Такие треугранники, такие трюкзубики, лапки. На последнем этапе уже нужно нарисовать глазик. И вот такие здесь перышки. Вот такой у нас петушок получился. Золотой гребешок. Очень милый получился. Самое главное, что здесь можно срисовывать. Можно срисовывать отсюда. А можно QR-код и видеоуроки. Мне это нравится. А раскрашиваю я мелками или же карандашами. Я советую карандашами раскрашивать всегда, потому что это самый яркий способ. И у меня карандаши рыбаки. Классные, сочные. И не ломающиеся карандаши, которые всегда под рукой. Я часто рисую карандашами. Я считаю, это один из лучших способов рисовать карандашами. Я возьму красный карандаш и раскрашу все красное. Что здесь красное? У него гребешок и бородка. Красное. Хорошо. Дальше цвет что? Оранжевый это его головушка. Головушка. Красить не очень много. Из-за этого мне петушок нравится. Что мы каждым цветом красим не так, что много. Но и ребята справятся. А закрашивать большие объекты очень сложно. Но здесь нужно стараться и не заходить за края. Что еще красного? У него еще лапки красные. Я забыл. Лапки тоже красные. Можно оранжевый, можно красный сделать. Я думаю, по своему желанию. Убирай какие твоего петушка. Лапки будут красные, ножки будут. Или же оранжевые. Я хочу, чтобы красные были. Так, этим мы сделали. Это мы сделали. Следующий цвет желтый. Яркий желтый цвет. Возьмем и раскрасим желтым. Начало голова, 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 голова. Потом перышко, 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 перышко. И подштанники. Я называю это подштанники. Ну, еще такие вот перышки здесь на ногах у него есть. Дальше. Что еще желтым? Все, желтым мы все раскрасили. Теперь зелененький. Берем зеленый цвет. Раскрашиваем зеленым, зеленым, зеленым. Вот тут, 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 тут. Ой, хорошо. Мне очень нравится зеленый цвет. Особенно, когда у нас есть несколько цветов зеленых. Например, светлый зеленый, темно-зеленый. Я сейчас красил таким холодным зеленым. А теперь желтым зеленым крашу. Тоже мне очень нравится. Это сделали. Осталось только одно, один кусочек. Это синий. Синий цвет у меня есть, он темно-синий. Очень яркий цвет. Закрасили, закрасили, закрасили. А теперь, ребята, смотрите, что я забыл нарисовать. Я часто так проверяю сам себя. Я еще раз смотрю на весь рисунок. Все ли я закрасил. Все, 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 все. Ой, здесь кусочек не закрасил. Можно здесь закрасить фиолетовым цветом. Так, все, 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 все. Ой, еще здесь не закрасил, тоже нужно закрасить Можно взять телесный цвет, если у вас есть На его, на петушка клюв Отлично, закончили? Лучик, посмотри Ой, как мило получился петушок, как живой Он так укрекал, так укрекал И мне очень весело было с ним Просыпаться рано от петушка, правда Но все ли закончено? Все А нет картины? Да, мы вокруг не нарисовали что-то еще Мы часто с лучиком дорисовываем что-то вокруг Чтобы у нас не просто картина была, а что-то вокруг Например, он стоял на траве Мы вот так сделаем зеленые полосочки А потом зеленую травку во все стороны Вот так вот прям сверху петушка Покрасим, 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 покрасим Дальше, у него здесь есть забор Мы тоже этот забор можем нарисовать Вот такие палочки Две палочки и три палочки влезут И перекладины И забор мы тоже нарисовали Дерево есть и дерево нарисуем Большой ствол, пару веток И может быть еще немножко маленьких Тоже хорошо Зеленого цвета добавляем, ребят Зеленого цвета Крону Крона это ветки и листва Все вокруг зеленое, зеленое, зеленое Не забудем, что он у нас на улице А значит он встает рано Петушок живет на ферме А там рано солнце встает И петушок рано встает И нас радует Мы солнце тоже нарисуем И в конце мне очень нравится и облачко нарисовать Чтобы и облачко было Вот, теперь все, теперь все Картина готова И теперь я могу гулять и отдыхать Ху-ху-ху Лучик, иди к нам Я очень рад, что все получилось Ребята, и петушок у Папы Ивани получился И у вас получился Это хорошо Давай посмотрим, что еще Да, давайте посмотрим, какие еще у нас есть рисунки Что мы завтра будем рисовать Ребята, перелистываем И у нас Ослик, Ослик Он такой веселый Тыкву несет Тыкву несет А потом у нас и собачка И козочка И корова И даже курочка Очень много рисунков, ребят В большой книжке для рисования Рисунков должно быть много Это целый альбом для рисования Который, если вы возьмете и приобретете То у вас даже останется он на память Потому что вы нарисуете что-то там Это будет что-то Не бросайте Заканчивайте свои работы Присылайте свои работы мне Здесь же внизу Вот здесь в конце есть ссылка на Телеграм-группу Специальную закрытую Где вы можете поделиться своими работами И я вам всегда помогу Подскажу Поставлю лайк И нарисую что-то в ответ Обязательно вам Так что делите своими работами А с Лучиком продолжаем рисовать В наших супер-книжках Все, пока-пока Привет, я Ваня рисую на канале Рыбокит Я сделал серию книг-альбомов для рисования С пошаговыми уроками рисования И местом для рисунка Ты узнаешь про приключения Яркого желтого зайчика Лучика Который любит рисовать все, что видит В каждой книге ты найдешь пошаговые уроки Плюс QR-код для просмотра Специальных видеоуроков от меня Мы нарисуем с тобой и Лучиком Много замечательных рисунков Зверей Африки Машинки в городе Динозавры, животных фермы Книги ты можешь найти На всех книжных интернет-полках И по ссылке в описании Редактор субтитров А.Семкин